привет друзья с вами вновь дентал кейсы от биджи у нас 6 выпуск но он тоже приготовили интересный кейс интересный случай точнее мы даже их 2 вам приготовили потому как тематика сходная и на примере двух интересных клинических ситуаций мы разберем с вами некоторые нестандартные решения казалось бы стандартных вариантов и так чтобы не затягивать долго время приступаем к первому случаю первый случай перед вами на экране это вид нижнего премоляра когда мы сняли штампованно паянный мастовидный протез и обнаружили в нем такую вот интересную историю да ну первое кстати наверняка вы со мной согласитесь что чем хорошей штамповки это тем что когда ты снимаешь штамповку там эмаль в большинстве случаев эмаль есть вот но когда ты снимаешь металлокерамику старенькую какую-нибудь там уже печаль беда так вот здесь эмаль сохранилась и это очень хорошо помимо того что у нас сохранилась эмаль у нас есть проблемы у нас есть кариозное кариозное поражение вот она пришеечная здесь мы там частично почистили и еще есть кариозное поражение с дистальной стороны к моему большому сожалению я в этом кейсе не сделал фотографию до того как я начал лечить этот зуб и до того как я после того как я просто мозг снял в каком состоянии был зуб перед тем как я надел туда робердам потому что уже какие-то манипуляции в этом зубе провел однако скажу признаюсь что в этом случае когда пошла речь о будущей конструкции я немножко ломал голову во первых я боролся между принятием решения в пользу новой коронки и в пользу новой коронки вот такая история здесь кейс нестандартен тем что мы будем обсуждать с вами комбинированные реставрации тут смотрите какой интересный момент когда я думал о том чтобы пойти по классическому пути тут вот такая ситуация по пойти по классическому пути или в разработать какой-то альтернативный вариант который будет более консервативным для конкретного зуба что я имею ввиду если идти по классическому пути в этой конкретной ситуации у нас есть обозначенный вот посмотрите на экране сейчас будет видно у нас есть вот здесь ну скажем так опекальная часть дефекта опекальная часть дефекта которая представляла представлена уже скажем интактной ткани потому как мы убрали кариозное поражение там уже есть интактная ткань то есть по большому счету мы можем взять этот участок как финальную нашу линию как уступ как уступ соответственно нам нужно этот зуб до препарировать до препарировать так чтобы вот к этому ступу мы с вами смогли подойти до учитывая то что мы даже мы также должны соблюдать правила определенного конусного препарирования что путь введения коронки был нормальным еще учитывая то что в этом зубе есть очень выражен экватор вот здесь он прямо здоровенный экватор то препарирование в двух плоскостях на такую глубину от зуба мало чего оставит я даже не уверен в том что зуб останется витальным при вот таком поражении и при том что корень этого зуба в зоне дефекта он сужается то есть в зоне экватора зуб широкие дальше он стремительно сужается и нам приходится вну в проксимальном участке значительно работать свести было оральном направлении нам тоже приходится значительно работать в плане препарирования это будет избыточно но это скажем такой классик классический подход потом я просто себе же задал вопрос что я думаю о кариозных поражениях по пятому классу и ситуациях когда приходит к нам пациент а у него там не нужно ставить ни коронку не винир не накладку ничего просто пришел у него кариозное поражение есть при шеечной зоне что я об этом думаю какие варианты решения таких проблем до проблема очень простая на самом деле и решение очень простое там нужно поставить просто пломбу туда да это можно сделать композитом это можно сделать упрощенной композитной техники кто-то ставите стеклономера и так дальше и так дальше тут можно поставить пломбу и ну статистика при правильном использовании послойного внесения композита при правильном использовании адгезивного протокола композитной реставрации по пятому классу достаточно хорошую выживаемость показывают вот и вся история поэтому здесь я как бы подумал почему бы мне ну например она не скомбинировать да не сделать так чтобы чтобы зуб наш остался витальным по большому счету вот я вернулся на слайд на предыдущий на по большому счету вы уже видеть здесь часть работы я выполнил уже после того как принял решение получается что я оставил свой уступ когда здесь штамповку пациенту сделает понятное дело никакого уступа здесь не было то я уступ в этом зубе обозначил в этом зубе был уступ час я сотру все надписи которые здесь получились смотрите получается что уступ мы создали в эмали вот они и уступ находился в зоне практически экватора вот уступ эмаль все там будет у нас коронка оставшаяся часть зуба вот это будет автономно восстановлена по пятому классу композитом такой получился интересный формат вот надо чего дорисовать такой будет такой злой злой зуб он не злой он он счастливый потому что мы ему оставим витальность вот поэтому мы решили здесь комбинировать по пятому классу поставить просто пломбу и вот ее мы и поставили здесь сделали изоляцию изоляция достаточно хорошая удалось нам отодвинуть край десны край платка чтобы поставить выполнить композитную реставрацию по технике адгезивного протокола протравили смыли просушили аккуратно нанесли бонд и выполнили послойную реставрацию пришедшей зоны обратите внимание как этот зуб выглядит после обработки просто все вы мали абсолютно там есть часть композита с полотеная стороны с дистальность там помните там было поражение но ничего страшного и поражение пора поражение решили зато весь зуб практически состоит из эмали вот маленький маленькие зоны открытого дентиля вот здесь но это не как бы не страшная ситуация вот поэтому удалось таким образом нам выйти из сложенной клинической дилеммы и потом последующем мы просто-напросто приклеили туда коронку из и макс а и макс который любая керамика которую вы клеите к мали при наличии при наличии небольшого цементного зазора она может работать небольшой толщине и в принципе как показывают клинические случаи с удаленными результатами таких специалистов как мауру фердиани как паскаль манье как мастер они как где дети дичи это работает реально работает и сроки наблюдения превышающие 15 лет при условии про соблюдение правильного адгезивного протокола поэтому мы в принципе по этому пути тоже идем и у нас уже есть своих случаев сроки которых уже спасение по 8 лет по моему если не ошибаюсь вот во втором клиническом разборе был там эпизод номер два там как раз даже был клинический случай с удаленным результатом в 7 лет если я не ошибаюсь где композит даже кем вернее керамика композиту была приклеена не то чтобы кемали это работает но тем не менее здесь получилась вот такая история мы сделали керамическую коронку зуб был обработан в пределах эмали посмотрите ему красивый какой он чистый толщина коронки конечно же войдет в разрез рекомендованным инструкциям я ни в коем случае вас не призываю нарушать правила ни в коем случае то есть вот это чисто моя инициатива и мой риск я на себя это взял но я понимаю каким образом это будет работать и в принципе делю с вами эта информация вы уже для себя будете принимать идти по этому принципу или все-таки идти по принципу препарирования в один миллиметр под керамическую коронку подымок но вы понимаете что в этом случае тогда не это какой эмали речи не будет идти в этом в этом конкретном случае речь бы даже стояла бы о сохранении витальности данного зуба но мы решили эту ситуацию обыграть вот таким образом кстати некоторые комментарии в предыдущих предыдущих наших выпусках были направлены на то проводим ли мы курсы конечно же мы проводим курс у нас есть большое количество практических курсов модульных курсов которые проходят на базе нашего учебного центра вы эту информацию можете увидеть в нашем сайте белоград точка ком сайт будет обозначен в к описанию в описании к этому видео поэтому всех примем всех научим всех обучим тем не менее продолжим со вторым клиническим случаем у нас есть подобная ситуация но случай несколько более сложный потому что если предыдущий кейс это был там скажем реставрационный кейс где мы решали вопрос замены старой коронки там был мост но там была коронка поставлена был поставлен имплантат к соседнему зубу и там все не зубы были одиночными конструкциями восстановлены в этом же случае который сейчас вы видите у нас уже есть определенного рода проблемы потому как у нас ну не совсем кариозное поражение да вот пришельчной зоне здесь у нас есть об фракции здесь у нас есть а фракции есть процессы стирания зубов с акклюзионной поверхности и в данном случае не идет вопрос о решении про а фракции здесь комплексный кейс я бы даже сказал это тотальный кейс наверно так будет приятнее для слуха для слуха ортопеда тотал здесь тотал сопровождался эстетической реабилитации функциональной реабилитации и тут мы тоже столкнулись с подобной дилеммой которую мы описали в предыдущем кейс это здесь был вопрос каким образом решать ситуацию вот с этими премолярами в частности потому как речь шла об изменении цвета раз и во вторых вот с этого пришельчной зоной изменение цвета раз и второй момент это окклюзионная поверхность здесь как бы осложнялась ситуация тем что путь введения конструкции был не совсем такой как у винира здесь нужно было полностью перекрывать окклюзионной поверхности и путь введения был более вертикальным соответственно вот третья плоскость вот зона экватора она при таком препарирование при учете вертикального пути введения на значительно страдала тогда то есть мы рисковали потерять практически полностью мать с вестибулярной стороны было принято решение которое мы уже с вами обсудили что мы думаем о пятом классе но в данном случае это не кариозное поражение но в мы его расценили как кариозное поражение скажем так и смотрите что мы мы выполнили здесь в этом конкретном случае мы сделали начальное препарирование начальное препарирование в эмали начальное препарирование в эмали до оставшиеся участки включая обфракцию и дисколорирование дисколоритную шейку мы восстановили композитом здесь ситуация еще была обусловлена одним очень важным элементом который мы должны с вами учитывать это уровень улыбки пациента то есть открытая закрытая улыбка широкая не широкая улыбка то есть если у пациента например при разговоре при смехе при улыбке не видны цервикальные зоны в данном случае на вот этих при малярах этого вообще никак не было видно то по большому счету мы с вами практически работаем в в безопасности потому что ну пускай даже если мы там и мы в основном мы сейчас это будем композитом восстанавливать вы понимаете это у нас есть комбинированные реставрации керамика с композитом здесь другой вопрос допускай там произойдет какой-то дисколорит по вот-вот на стыке между композитом и керамикой пускай он будет это не страшно это после обычной гигиены после полировки это все уйдет но зато зубы останутся ну в минимально об минимально обработанными то есть мы по большому счету с пациентом ничего не теряем но вот эти моменты мы с пациентом конечно же должны обсудить потому что ну будет некрасивая ситуация когда придет пациент через время отберет вот так вот знаете из под пальцевые пациенты мы их называем отдирают щеку там сторону я слушайте доктор а я вот там вижу так просто не видно вот общается там смеется не видно но с пальцем во рту видно вот то чтобы этого не было бы объяснять и пациенту в чем плюс именно такого подхода который вот мы сейчас мы с вами обсуждаем то есть вы должны понимать да это минимально инвазивно куча эмали сохранено даже если что-то случится с буду в будущем с реставрацией вы эту лишь реставрацию легко можете заменить на новую зато у вас субстрат зуб остается вот это очень важный пациент нужно донести тем не менее они будут грузить вас философией изолировали еще раз чтобы не было превратного немножко не было правильно интерпретация моих слов еще раз хочу сконцентрировать ваше внимание на то что конструкция керамическая будет приклеена в эмаль вот у нас здесь есть уступ вы мать а композит мы просто там вот под подтянем чуть-чуть да в данном случае вы видите композит вот уже здесь подтянут мы взяли там bleach оттенок выполнили там эту реставрацию потом мы сняли слепки понятно и в принципе решили таким образом вопрос вот вы видите как выглядят зубы со стороны экклюзионной поверхности вот эта пятерка особенно если я прикольно выглядит да тут был заход максимальную зону больше был компот была была пломба там но огромный пласт на эмали просто вот сохранен и в последующем когда мы клеили уже туда эти накладки то получается винир накладки мы их так называем после того как мы клеили винир накладки нам не нужны уже клампа никакие нас уже все восстановлено у нас все над десной в данном случае находится и фиксация будет очень простой это вот после перед снятием слепка вы уже видите обработанный клык латеральный в том числе это тотальная работа как я сказал здесь шла перестройка прикуса и вот а фракция кстати у вас может возникнуть вопрос по этому поводу что может композит не не работать со фракцией керамика может не работать со фракцией но в данном случае за счет тотального протезирования мы минимализируем или пытаемся исключить латератрузионные и медиатрузионные нагрузки на эти на эти верни не исключить разгрузить эти зубы при горизонтальных нагрузках что в принципе повлекло за собой появление фракции в данном конкретном случае за функциональной перегрузки то есть когда мы восстанавливаем зубы всю зубочерестную систему она начинает работать в едином ансамбле у нас не будет прогрессировать а фракция под нашими реставрациями просто напросто если бы мы этого не сделали то что вы не ставьте зона фракции композит керамику что угодно через какое-то время это будет вылетать в данном случае мы исключаем травмирующих фактор то есть окклюзионные проблемы приклеенные реставрации у нас уже зафиксирована и вот тут у нас есть результат в зубов верхней от вернее зубов нижней челюсти через три года у нас есть результат через три года в принципе пришедшую область я не знаю где не могу найти эту фотографию но тем не менее пациентка ходит регулярно на гигиенические манипуляции там где у нас есть композиты просто проводится и дополнительная полировка и все всех устраивает все хорошо вот такая вот история то есть какой мы можем взять вывод из этого из этих клинических случаев иногда следует выходить за рамки привычного мышления на английском языке есть такое выражение laterals thinking или sting out of the box здесь мы можем на сегодняшний момент адгезивная стоматология дает нам огромное количество возможностей сохранять зубные ткани комбинируя керамику с композитом благодаря тому что эти материалы могут быть высокоэффективно приклеены звук зубным тканем это прекрасно работает вот такая история это был 6 выпуск дентал кейсов от биджи у нас впереди еще куча интересных выпусков продолжайте писать в комментариях еще раз в каждый выпуск мы собираем комментарии мы потом собираем их вместе и выпускаем еще новые новые новой кейсе поэтому пишите какая тема вас интересует пишите просто ему донти или композиты либо тотал и либо там я не знаю который эстетика херби можете написать пока по ярик и ничего не пр и не провожу его в чем где не занимались иплантации тоже не занимаюсь поэтому тема которая могу с вами которая могу вам раскрывать это и для вам те это после до дотческой реабилитации это керамические реставрацию виниры колонок коронки вкладки на вкладке это эстетическая стоматологии дизайн улыбки это тотальной реконструкции ну принц это композитные композитные кейсы боковые передние зубы и так дальше так дальше не стесняйтесь пишите мы это все учитываем и в последующем мы будем формировать все новые новые выпуски на основании ваших ваших запросов также еще раз напомню не забывайте подписываться на наш youtube канал включать уведомления чтобы вы вовремя получали от нас уведомления новых выпусках и все кто хочет прокачать свои практические навыки вы должны не то чтобы должны вы никому ничего не должны но тем не менее если вы хотите прокачать практические навыки то я могу смело сказать о том что именно у нас в учебном центре есть уникальные программы именно по практике даже девиз такой белограда академия мы эта практика то есть наши практические курсы не содержат теории у нас сто процентов времени это реальный мануал поэтому если вы конкретно хотите прокачаться в препарировании модуль 1 в композитах в изоляции модуль 2 в винирах модуль 3 вендо донти модуль 4 приезжайте получите все сполна я вас уверяю мы превзойдем все ваши ожидания с вами был макс белоград 6 выпуск биджи дентал кейсов встретимся ровно через неделю всем пока и и и и и и